всем привет дорогие друзья как вы думаете где мы находимся а мы находимся с вами в аэропорту анталии и отправляемся в стамбул сегодня в 5 часов я приехал в анталию по своим делам и сейчас уже 9 вечера и я вылетаю в стамбул у меня в стамбуле кое-какие дела но мы с вами посетим пару музеев и я надеюсь что сходим еще и на болит чем нас ждет интересная культурная программа поэтому это видео будет скорее всего о том как я долетела в стамбул кстати на аэропорт я приехала на автобусе из центра автобус стоит семь с половиной лет из центра анталии семь с половиной лет автобус номер 600 но а как доехать до анталии из алании вы знаете на моем канале очень много видео по этому поводу поэтому сейчас мы в анталии и отправляемся вместе с вами в стамбул что дорогие друзья наш самолет задержали на 45 минут сейчас полоденства я в стамбуле где-то в 12 и до своей гостинице я доеду наверное час ночи в общем я уже в стамбуле сегодня был у меня очень длинный день сейчас 12 ночи иду на автобус и до отеля ехать примерно час в общем в час ночи только буду сам это сегодня у меня был очень длинный день и сегодня мы с вами вместе летели первый раз из анталии в стамбул что случилось меня сегодня сегодня у меня была пара встреч в аланье потом я поехала в анталью у меня была пара встреч в анталии я навестила своих друзей и теперь прилетела в стамбул как я вам уже сказала в стамбул мы прилетели с вами из анталии и билет из анталии стоил всего 64 лиры представляете ну дальше я вам подробнее расскажу как покупать билет за сколько и так далее но из газипаши билета дороже в общем сейчас мы идем на автобус и приехав в отель я уже подробно поделюсь с вами все информации потому что очень хочется пить ну и устала я тоже в аэропорту субиха гахча мы с вами уже были много раз и здесь у нас выдача багажа далее мы идем на выход и сейчас повернем направо для того чтобы зайти магазин gratis и купить водички ну и каких-нибудь цены и вот они наши автобусы трансфер и сейчас мы едем такси ну что друзья сейчас ночью на дворе я хожу вокруг да около короче поисках своего отеля очень весело стамбур город который никогда не спит я надеюсь что все таки на самом деле до моего отеля идти близко но пришлось идти кругами поэтому я сначала пошла немножко неправильно сейчас вроде вышла на правильную причину дошла где-то где-то выбирала короче хороший класс на этой так мне кажется что посмотрите какая здесь дорога вниз час ночи второй час я надеюсь что где-то здесь должен быть где и отель непонятно и идти тут вообще невозможно такая покатая дорога ужас в общем сейчас по ходу дела придется звонить в отель и спрашивайте где я нашла свой отель оказался на противоположной улице кстати всего в 4 минутах ходьбы от таксима у меня такая небольшая но очень уютненькая комната покажу вам сейчас вот так вот выглядит моя небольшая комната очень чисто аккуратно шкаф и ванная комната душевая кабинка туалет есть фен мыло различные принадлежности и сейчас уже ночь окно закрыли есть телевизор но давайте посмотрим что у нас что у нас за окном очень очень мне интересно что у нас за окном возможно как всегда в стамбуле за окном у нас вот такой вот очень интересный вид за окном у нас самая интересная информация которую я вам хотела рассказать это цены на билеты билеты из анталии обычно дешевле чем из газипаши то есть если вы хотите посетить стамбул из анталии вы улетите намного дешевле чем из из газипаши потому что из анталии летает большое количество рейсов каждый день мне кажется больше 20 рейсов и различных авиакомпаний из газипаши всего две авиакомпании и вот этот вот билет на самолет я купила вчера анталия сабиха гекчин стамбул аэропорт стамбул всего за 64 лиры представляете а из газипаши мне предлагали билет поисковик предлагал билет за по моему 150 что ли лир ну дороже чем я хотела бы за него заплатить самое главное каким образом добраться из аланьи до анталии если вы едете напрямую в аэропорт то конечно же били берите трансфер насколько я помню поскольку мы не часто летаем из анталии насколько я помню трансфер стоит 11 евро он алания до аэропорта анталии кто недавно ездил поправьте меня если я не права сколько стоит трансфер что я помню что трансфер стоит 11 евро и напрямую доезжаете в аэропорт если вы летите если вы едете например сначала в анталию там хотите побыть а потом стамбул то конечно же из автовокзала в алании уезжаете до автовокзала в анталии и потом уже с города с центр города с автовокзала можно доехать либо на трамвае либо на автобусе я ехала от автовокзала на автобусе и заплатила 7 с половиной лир поэтому в этот раз улететь из анталии оказалось намного дешевле чем из газипаши ну а если вы поедете сначала на трансфере 60 лир 11 евро и самолет 64 это того не стоит потому что можно уехать за 100 120 лир улететь из газипаши и заплатить за трансфер 18 лир получится то же самое но а если вы едете в анталию и собираетесь побыть погулять в анталии а потом лететь в стамбул то конечно же так получается дешевле но по крайней мере для меня в этот раз получилось так дешевле потому что я поехал в анталию по своим делам и потом приехала в аэропорт ну а в аэропорту сабиха гекчен из аэропорта есть также трансфер 18 лир садитесь и он везет вас либо до таксима либо до кадыкёя я всегда доезжаю до таксима и обычно в отелях мы останавливаемся в таксиме потому что нам больше всего нравится таксиме вот такая вот информация в описании к этому видео оставлю еще ссылку на наши предыдущие поездки когда ехать до автовокзала в анталии как мы летали раньше в общем смотрите ссылку на плейлист где есть другие видео из стамбула и как мы добирались из стамбула и обратно из стамбула в оладьи здесь я буду два дня и надеюсь что мы вместе с вами увидим много всего интересного потому что в этот раз я про не планирую посетить разные интересные места ну конечно же как я уже говорила музей и надеюсь что попаду на балет и надеюсь что покажу шопинг в стамбуле но не обещаю потому что я не фанат шоппинг а еще хочу показать один лайфхак для женщин который я купила точнее заказала буквально вчера это но прежде чем показать вам супер расческу я покажу вам как я всегда езжу куда-либо на длительное время на короткое время я всегда стараюсь ездить со своим маленьким вот этим вот рюкзачком летом конечно помещается больше вещей потому что летом жарко сейчас у меня поместилась только косметичка перчатки шапка и запасный запас на все остальное я либо покупаю либо ну в общем как-то в дороге я разбираюсь с этим и друзья покажу вам супер расческу которую я приобрела совершенно недавно даже вчера она мне пришла на по почте это расческа она электрическая и и вставляете в розетку и можно выпрямлять волосы можно подкручивать волосы снизу вот у меня сейчас например корей я очень хорошо подкрут и одновременно пользоваться как обычной расческой я думаю что цена на эту расческу вас удивит я ее купила за 35 лир и доставка бесплатно я ее уже потестировала два дня она нагревается до температуры по моему 180 градусов и очень классная штука потому что пользоваться утюжками фенами и так далее я не очень люблю но вот это вот расческа просто супер находка я конечно сомневалась когда я покупала очень дешевая но я вот пользуюсь ей уже два дня и она прям на самом деле оправдала себя поэтому если вы сомневаетесь берите с собой теперь ее всегда буду брать в отпуск вот эти вот зубчики они нагреваются и за счет этого расчесывая волосы волосы выпрямляются в общем очень мне понравилось девчонки кому нужно берите на заметку очень классная очень классная штука ну а сейчас я буду отдыхать потому что уже два часа ночи и завтра утром мы с вами отправимся гулять по стамбу поэтому на сегодня я с вами прощаюсь желаю вам всего самого лучшего и конечно же приезжайте в стамбул приезжайте в турцию все самые основные ссылки на автобусы на расписание на цены и так далее смотрите всегда в описании к видео ну и конечно же смотрите ссылку на плейлист где есть видео из всех наших поездок надеюсь они вам будут полезны задавайте вопросы я буду рада всегда на них ответить ну а на сегодня всем всего хорошего